так привет всем снова на канале тесла вы и значит сегодня у меня находка но опять винтаж причем такой такой глубокий винтаж скажет так потому что это вот такой опять магнитофон еще ламповый называется симонета симонета т.б. 12 вот я его зал здесь значит были вот такие вот бобины с пленкой вот две в коробке тут пару без коробок какие-то огрызки неважно как раз я поставил свой вот этот найденный недавно ушер ухер вот чтобы его проверить уже с пленкой в данный момент он включен ну как бы можно даже включить и послушать как играет вот единственное что здесь сейчас немножко настроить его надо либо почистить головку потому что я вот когда придерживая чуть эту кассету звук качества лучше идет ну конечно все эти записи очень старые вот поэтому поэтому возможно и качество от этого плохое вот ну а меня сейчас этот уже проверен принципе все нормально у него все работает а вот этот нужно проверять значит что я здесь сейчас я громкость меньше сделаю что здесь не так ну что здесь скажем так поломано или не поломано значит включать я очень включал но я вижу здесь вот эти вот вот эти вот штуки вот здесь куда бобина вставляется вот здесь вот вот эти вот стоперы короче как они по называются вот они отломаны то есть здесь уже может быть проблемка вот но здесь прикручиваются бобины вот так вот такими вот колпачками прикручиваются поэтому можно принципе что-то придумать вот у меня пустой кассеты нет поэтому мы сейчас возьмем вот эту вот поставим сюда и и на нее оденем другую короче так вот ну и как мы это делали раньше во времена моей юности просто вот так вот ее так вот намотаем кстати что-то неправильно пошло не зашло в пазы вот вот сейчас правильно вроде бы а может быть и неправильно сейчас отмотаем вот сейчас правильно в принципе вот сейчас я выключу пока давайте попробуем этот запустить значит он включается как бы включается вот если вот у него работает перемотка эти перемотка работает как-то аж аж я боюсь как она работает что-то он гудит конечно здесь ну и так что-то не то ну вот он как-то вот он не работает вот кстати что там там гудит перемотка работает я говорю аж страшно как она работает вот а вот вот плей вроде как вот заработала так стоп у меня тут что-то неправильно вставлено было вот 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 эта панель не снимается это тоже не снимается поэтому очень очень как-то удобно здесь все это вставлять сейчас снова откручу придется все вытащить из-за на вставлять неудобно сделано здесь очень очень удобно ну понятно что это один из первых магнитофонов особо о удобстве не думали поэтому сюда нужно попасть вроде бы как бы попал вроде бы как бы попал сейчас закрутим эти штучки такими магнитофонами раньше пользовались люди так мы пробуем значит что оно крутит да крутит но во первых у меня стоит пленка неправильно так чтобы назад перематывать охренеть как она мотает блин ну вот здесь сейчас все вот так вот запуталась вот я я бы этот кусок сейчас взял бы размотал и выкинул конечно но это немножко время займет поэтому не хочу мы сейчас просто опять снова вставим правильно вот сегодня видео чисто для любителей винтажа так понеслась вот в общем звук не идет вот в чем дело значит здесь есть такая кнопка вот здесь показывает какую-то какая-то загорается лампочка сейчас я возьму камеру и покажу вам вот когда я нажимаю вот здесь кнопочку вот тут загорается лампочка что это обозначает не знаю возможно это запись здесь звук здесь переключение всякую фигню здесь тоже переключение а вот и больше здесь ничего нету в принципе он должен играть но он не играет вот такой вот тон тон идет значит что здесь еще было здесь вот эта вот штучка вот она отклеена и вот это вот панелька она отломана то есть здесь вот она держится вот на таких вот многочисленных пинах вот и все они отломаны то есть вот эту штуку по идее и нужно она должна вот так вот стоять вот ну что можно приклеить конечно можно восстановить все это вот но то что он не работает это мне не нравится потому что потому что здесь это ламповый прием да то есть и если лампа какая-то сгорела то это все такую лампу долго искать вот ну в общем вот так вот вот значит в принципе я вам показал вот находку ну а дорабатывать ее конечно надо вот сейчас покажу еще здесь вот такая идет крышечка и на крышке вот такая вот картинка на которой показано все как нужно включать как нужно переключать как нужно пленку одевать и так далее вот вот микро здесь вот такие вот я еще магнитофоны такие настолько старые я еще не застал поэтому поэтому не могу ничего сказать как это работает вот попробую еще раз включить здесь переключаем ничего не идет в общем звука нет да возможно эта лампа там не работает вот поэтому мы его сейчас выключим вот короче я выключу закрою ну и потом я буду дорабатывать уже смотреть что с ней вот а пока у нас есть еще одна находочка и мы займемся ей вот это выключаем вот такой здесь блин кабель интересный был вот такой оригинальный какой-то старенький вот все это прячем сюда ничего там нам не оставили вот еще интересная штучка сейчас вот я ее туда закинул достану покажу вот такая штука была красненькая такая и значит наверняка кто пользовался магнитофонами такими знает для чего а вот я лично видел впервые то есть это вот сюда вот пленка заправляется потом вот так вот она и как-то вот сюда закрепляется да то есть сюда или вот сюда она закрепляется короче и как-то там держится в общем такая прибамбас я раньше такого не видел вот попался он мне впервые так закрываем короче эту штуковину вот я ее восстановлю по крайней мере ее внешний вид восстановлю ну и попробую все таки выставить на продажу вот такой чемоданчик вот убираем в сторону пока включу музыку старинную вот такая была находка так сегодня привезена вот такая кофемашина ну уже не знаю какая по счету у меня такая находка наверное уже 3.9 10 вот включаем включаем она что-то там что-то там нам сказала мы включим так значит говорит воды нету и красная лампочка горит нужно сделать ей и короче очищение от калька вот сейчас посмотрим все ли в комплекте ооо здесь даже кофе есть емкость смотрите вот она кофе здесь все нормально здесь у нас есть емкость для воды вполне прилично выглядит и вообще у нее состояние тоже вполне приличное сейчас мы вот так вот достанем сам вот этот вот эту вещь которая здесь блок так блок как бы его достать еще так сейчас он там пытается что-то сварить нам почему-то блок не достается вот бывает такое что заклинивает блок вот возможно это и случилось может поэтому ее и выкинули вот мы сейчас попробуем выключить ее выключим ее из розетки вот и сейчас мы ее включаем оно должно уже по идее что-то нам сказать да вот так вот и блок вот он вытаскивается все нормально да его нужно помыть здесь вот он здесь сухой кофе сухое упало вот промыть почистить ну и в принципе она должна работать я думаю что вот эта вот штука нагрелась прям горячая здесь пар пошел я думаю что она должна работать в принципе вставим ее назад ну и там блин никто не получается нpflicht вот эту штуку нужно так тоже достать пока так будетifier вот вот ну и что тут тоже конечно сухого кофе короче не знаю причину который выкинули сейчас мы наберем водички быстренько воды набрал сейчас вставим и включим все теперь она вода уже не показывает пустую баночку да она показывает вот здесь ей нужно сделать так называемый энд кальтунг короче это когда очищают от калька то есть на очистку просит машина вот ну сейчас попробуем поморкает что она включится или нет вот наконец-то что-то она сказала наконец-то вот включаем вот эту штуку кофе белит ну и кофе делает вот вам ребятки кофе сваренный вот что я хочу сказать очень многое находил таких машин и процентов 85 из них выкидывают люди только из за того что они ленивые и им лень короче вот это делать очистку короче чистить вот этот вот сам прибор который варит кофе этот блок да вот вот этот сделать эту очистку машины тоже они не в курсе я говорю что здесь тупые ленивые вот вот и они выкидывают просто-напросто такие машины прошлая машина такая же была мной найдена она мною было значит сделано вот этот очистка от калька короче и она была продана по-моему за 70 евро вот ну как был вот поэтому вот с этой машиной я в принципе сделаю то же самое и тоже ее продам ну так как у меня машина есть дома мне это не нужно вот но в общем вот такие вот дела находки пойдет вот сейчас значит просто нужно и заняться отнести ее домой помыть все почистить очистить сделать очистку от калька и все понеслась поэтому я пока сейчас выключаю вот ставлю в сторону а тут у нас данный момент играет по моему по моему это играет карел год насколько мне не изменяет память вот такой я древний уже вообще-то хотел бы значит сразу сказать не сразу сказать хотел бы признаться мне там в моем в одноклассниках по моему и в вконтакте короче стоит там день рождения на самом деле неправильный и год рождения тоже неправильно на самом деле я шестьдесят восьмого года рождения мне 49 лет вот такое древний короче поэтому я всю эту музыку еще помню вот но вот такие вот у нас сегодня значит новости попробуем перемотать посмотрим что дальше на этих кассетах вклюк ну это в основном немецкие шлягеры в основном немецкие шлягеры хотя я на одной из кассет из этих там слышал по моему чингис хан тоже был ну в общем вот он значит проверили моего и две новые находки короче вот ну в общем ладно ребятки я я понимаю что не всем видео понравится потому что не все такие это любители магнитофонов но тем не менее кому нравится ставьте лайки кому не нравится ставьте дизлайки вот я понимаю это все и значит на этом на этом я заканчиваю у нас вот такой сегодня был обзор всем желаю удачи ну и до следующего видео ну и ну и ну и ну и ну и ну и Продолжение следует...